Девушки отдыхают 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 для экспорта. И сегодня мы узнали название этот цветок, анимон, и посмотрели в гугле, что это означает в переводе, как дочь литров. При каждом ветре, при каком-то легком дуновении, лепестки все колышутся, и этот цветок очень любит воду. Здесь такое разнообразие цветов, цвета, я имею в виду, сиреневый, розовый, желтый, это так радует глаз, и мы, в общем-то, сказать, наверное, сегодня одни из самых счастливых людей на земле, которые могут полюбоваться этой красотой и, наверное, передать вам наши самые яркие впечатления от этой красоты. Так что, если есть возможность, пожалуйста, приезжайте, смотрите. Я на этом фестивале второй раз, для нас это уже стало традицией, и мы с удовольствием приезжаем, наслаждаемся этой безумной красотой. В теплицах компании выращивают ранункулюс, символ ослепительного шарма и привлекательности. В викторианскую эпоху, когда был очень популярен язык цветов, подаренный ранункулюс говорил, вы очаровательны и привлекательны. Цветы, как капризная женщина, постоянно требуют внимания и обожания, а цветочный бизнес без флористики немыслим. Изучив опыт европейских стран, Ведат решил, что Турции просто необходима современная, красивая флористика и открыл цветочную мастерскую с опытными флористами, создающими потрясающие букеты. Это родственники лютиков. Возможно, вы знаете, такие цветочки в детстве были. Куриная слепота. Это на самом деле вот их родственники. Данные цветочки были выращены из итальянского лука и под прекрасным турецким солнышком их выращивают, отправляют в разные страны мира. И каждый год под закрытие сезона ранункулисов Ведат устраивает фестиваль цветов, желая подарить жителям Анталии праздник, радость. Просто так, без повода. И напоминает дамам, если вам преподнесли букет ранункулисов, знайте, вы очаровательны и привлекательны. Редактор субтитров А.Семкин